Включаю камеру, да? Подношу эту камеру в QR-коду, показывает выход. Выхожу в YouTube. Компания MB Barbell предлагает тренажёр из серии Street Barbell. Показывает, как выполнять упражнения, как правильно сесть, как расположить ноги, куда поставить руки. Сильнейший человек России Вячеслав Максюта и без подсказок знает, как делать упражнения на всех видах тренажёров. А вот балаковцам, получившим в подарок настоящий спортзал под открытым небом, шпаргалка не помешает. Разнообразие спортивного оборудования на этой площадке может удивить даже опытных спортсменов. Приедем здесь, проведём мастер-класс, уже покажем людям, как нужно их заниматься, какими возможностями нужно будет пользоваться, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Запишем видео от ваших лидеров общественного мнения, которые действительно здесь узнаваемы и являются людьми. И вот здесь будет такой информационный стол, на котором точно так же можно будет через телефон выйти. Варианты комплекса упражнений мы здесь сделаем. Кому-то нужно будет для увеличения выносливости, кому-то нужно будет для того, чтобы укрепить свою спину, кому-то нужно будет накачаться, кому-то похудеть. На этой площадке 33 тренажёра, которые помогут укрепить все группы мышц. Подбором спортивного оборудования занимался сам Вячеслав Максюта. А финансово проект поддержали социально ответственные предприятия – компания «Фосагра» и металлургический завод «Балакова». К созданию спортобъекта подключилась и администрация Балаковского района. Жители уже оценили достоинства нового фитнес-парка, который не зря называют народным. Заниматься здесь могут все, независимо от возраста и уровня физической подготовки. «Были приятно удивлены, что здесь такое множество тренажёров для всех групп мышц. Мы ходим с палками, потом сюда возвращаемся и ещё тут подкачиваем кое-что». Тренажёры в народном фитнес-парке устанавливали в два этапа. Большую часть оборудования привезли две недели назад, а недостающие снаряды – в минувшие выходные. На помощь рабочим пришли балаковцы. Юные борцы, к примеру, перетаскивали элементы оборудования. А сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на территории балаковского филиала АО «Апатит», помогали закреплять металлические стойки. Андрей Исаев, инструктор заводского ФОКа, с профессиональной точки зрения оценил новую площадку. «Любой тренажёр, вот они с регулированными отягощениями, то есть выставлять минимум и работать с начальным весом. Под определённую физическую нагрузку, под определённый пол, возраст, всё можно подогнать. Хороший тренажёр». Место для народного фитнес-парка выбрали удачно. Рядом стадион «Энергия» и спортшкола «Олимпик». Поэтому позаниматься на тренажёрах приходят не только местные жители, но и спортсмены. «Мы такую площадку видели в «Звёздном». Мы приезжали туда бороться по борьбе с самбо и видели, как эта площадка востребована в Саратове. Очень долго её ждали. Дети приходят, жители очень много приходят, молодёжи очень много. Бабушки, дедушки находят для себя здесь упражнения. Приезжают даже из Вольска бегать к нам и с микрорайонов. И многие говорили, вот хорошо бы побегов с отягощениями, да, тренировку была возможность завершить. Я думаю, все будут довольны». Завершится благоустройство народного фитнес-парка в следующем году. Здесь установят освещение, чтобы тренировки могли проходить до позднего вечера.